Во время поездки на конференцию Кола, мы со старейшиной Дэвидом Бакстером остановились у одного ресторана. Когда мы возвращались к машине, какая-то женщина окликнула нас и подошла к нам. Ее внешность очень удивила нас. Стиль ее одежды, а таковую едва удалось обнаружить, был, мягко говоря, экстремальным. Она спросила, действительно ли мы старейшина церкви. Мы ответили утвердительно. Едва сдерживая слезы, она поведала нам трагическую историю своей жизни, погрязшей в трясине греха. И к 28 годам она уже была глубоко несчастна. Она потеряла всякое уважение к себе и не знала, ради чего жить. Во время разговора мы ощутили, как свозь внешнюю оболочку пробивается нежная душа этой женщины. Со слезами на глазах она спросила, есть ли хоть малейшая надежда на то, что она сможет выбраться из этой пропасти. Мы ответили, да, надежда есть. Надежда связана с покаянием. Вы можете измениться. Вы можете прийти ко Христу и усовершенствоваться в Нем. Мы убеждали Ее не откладывать покаяние. Тихо всклипывая, она искренне поблагодарила нас. Продолжая путь, мы с историчным Бакстером размышляли над этим происшествием. Мы вспомнили совет, данный Аароном, тому, кто оставил всякую надежду. Если покаешься во всех грехах Твоих, и на коленях пред Богом будешь с верою призывать имя Его, тогда удостоишься надежды, Тобой желаемой. Сейчас, на этой заключительной сессии Генеральной конференции, я хочу говорить о покаянии. Я делаю это, поскольку Господь заповедал Своим слугам возвещать покаяние всем народам. Учитель восстановил Своё Евангелие, чтобы принести радость Своим детям, а покаяние – это вожденьшая часть этого Евангелия. Учение о покаянии столь же древнее, сколь само Евангелие. Библейские учения от книги Бойтия до книги Откровения учат покаянию. Среди уроков Иисуса Христа, которые Он преподавал во время Своего земного служения, есть следующее предупреждение. «Приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». И еще, «Если не покаетесь, все также погибнете». В книге Мормона тема покаяния поднимается еще чаще. Жителям Древней Америки Господь дал следующую заповедь. «Еще раз я говорю вам, вы должны покаяться и креститься во имя Мое, и уподобиться малому детяти, иначе же вы ни в коем случае не унаследуете Царство Божие». Восстановив Евангелие, наш Спаситель вновь подчеркнул это учение. В книге «Учения и Заветы» слово «кается» в разной форме появляется в 47 из 138 разделов. Что же значит «покаяться»? Начнем с определения данного словаря, где говорится, что «покаяться» значит «отвернуться от греха». Чувствует сожаление и печаль. Покаяться в грехах нелегко, но награда стоит уплаченной за нее цены. Чтобы покаяться, необходимо постепенно пройти этот процесс шаг за шагом. Смиренная молитва облегчит каждый из необходимых шагов. Чтобы получить прощение, необходимо сначала осознать грех, испытать угрызение совести, а затем исповедаться. Таким образом, вы можете знать, если человек кается в своих грехах, вот, он исповедуется в них и оставит их. Исповедоваться необходимо человеку, против которого вы согрешили. Исповедоваться нужно искренне, а не просто признавать свою вину после того, как было получено ее неопровержимое доказательство. Если бы было нанесено оскорбление многим людям, то исповедоваться необходимым перед всеми вовлеченными сторонами. Поступки, которые могут повлиять на положение человека в церкви, или на получение привилегий членства в церкви, необходимо бессилогательно обсудить с епископом, назначенным Господом быть общим судьей в Израиле. Следующий шаг в возмещении убытков подразумевает исправление последствий неправильного поступка, если это возможно. Затем следует предприять шаги, чтобы исправиться и не допустить повторения ошибки, то есть покаяться с искренним намерением сердца. Благодаря силе искупления Иисуса Христа, полное прощение дается грешнику, который кается и больше не кричит. «Вот что сказал о кающейся душе Исайя. Если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю. Если будут красные, как пурпур, как волну убелю». Читая 19-й раздел книги учений и заветы, мы ясно видим, что Господь настоятельно призывает людей к покаянию. «А потому я повелеваю у тебя покаяться. Покайся, дабы я не поразил тебя жезлом уст моих и гневом моим, и яростью моей, и дабы страдания твои не были тяжкими. Насколько тяжкими, ты не знаешь. До чего неимоверными, ты не знаешь. Да, и как трудно переносить их, ты не знаешь. Ибо вот, я, Бог, претерпел все это за всех, дабы не страдали они, если покаются. Но если они не покаются, то должны будут страдать именно так, как я страдал». В то время как Господь настойчиво призывает нас к покаянию, большинство людей не ощущают потребности покаяться. Они причисляют себя к людям, стремящимся поступать правильно. У них нет намерения творить зло. Однако Господь ясно говорит в Своем послании, что необходимо каяться всем, не только в совершенных поступках, но и в несовершенных. Вот, например, его предупреждение родителям. Если родители имеют детей в Сионе и не учат их понимать учение покаяния, вера во Христа, Сына Бога Живого, крещение и дара Святого Духа, грех добудет на головах родителей. Учение о покаянии намного шире определения данного в словаре. Когда Иисус говорил «покайтесь», Его ученики записывали это повеление на греческом языке, используя глагол «метаноэо». Это слово имеет важное значение. Приставка «мета» означает «измениться». Суффикс связан с четырьмя важными греческими терминами. «Нус», что означает «разум», «гноз», что означает «знание», «пневма», что означает «дух», и «пноэ», что означает «дыхание». Таким образом, когда Иисус говорил «покайтесь», Он призывал нас измениться, изменить свой разум, знание, дух и даже дыхание. Один пророк объяснял, «изменить свое дыхание значит наполнить его благодарным признанием того, кто дает нам каждый вздох». Царь Вениамин сказал, «Если бы вы служили Ему, сотворившему вас, и сохраняющему вас изо дня в день, Ему, Который одалживает вам дыхание, и даже поддерживает вас минуты на минуту, я говорю, если бы вы служили Ему от всей вашей души, вы все же были бы невыгодными слугами». Да, Господь заповедал нам покаяться, изменить свой путь, прийти к Нему и стать более похожими на Него. Для этого необходимо полностью измениться. Алма учил своего сына, «Учись мудрости в юношестве Твоем, а также учись в юношестве Твоем исполнять заповеди Божьи. Все мысли свои направляй к Господу. Да, любовь сердца Твоего навеки отдай Господу». Полностью покаяться значит полностью обратиться к Господу Иисусу Христу и Его Святой Работе. Алма объяснял это учение с помощью следующих вопросов. «И вот ныне я спрашиваю вас, мои братья по церкви, не родились ли вы от Бога духовно? Уподобились ли ваши лица образу Его? Испытали ли вы эту великую перемену в ваших сердцах?» Эта перемена происходит, когда мы рождаемся свыше и становимся обращенными, сосредоточившись на своем пути в Царство Божье. Плоды покаяния сладостны. Кающиеся обращенные видят, что истины восстановленного Евангелия руководят их мыслями и поступками, формируют их привычки и закаляют характер. Они лучше справляются с трудностями, им проще отказаться от всего безбожного. Более того, необузданные аппетиты, пристрастие к порнографии или наркотикам, неконтролируемые страсти, плотские желания и неправедная гордыня затихают, когда люди полностью обращаются к Господу, имея твердое намерение служить Ему и следовать Его примеру. Добродетель беспрестанно украшает их помыслы, а уверенность в себе растет. Десятина становится для них радостным и защищающим благословением, а не обязанностью или жертвой. Их все больше привлекает истина, и они все чаще совершают поступки, достойные похвалы. Покаяние — это установленное Господом условие для духовного роста. Царь Вениамин объяснял, «Смертный человек есть враг Богу и был от падения Адама, и будет во веки веков, если не покориться внушением Духа Святого, и, покорив себе естество человека, станет святым через искупление Христа Господа, и будет, как дитя, покорным, кротким, смиренным, терпеливым, исполненным любви, готовым покориться всему тому, чему Господь по мудрости своей найдет нужным подвергнуть его, подобно тому, как дитя покоряется своему отцу». Братья и сестры, это и есть обращение. В покаянии есть обращение. Кающаяся душа — это обращенная душа, а обращенная душа — это кающаяся душа. Каждый живущий может покаяться. А что же происходит с теми, кто уже умер? У них тоже есть возможность покаяться. В Священном Писании говорится, «Когда верные старейшины этого устроения уходят из смертной жизни, они продолжают свои труды, проповедуя Евангелие покаяния среди тех, кто вуза греха в великом духовном мире умерших. Рассказывшиеся умершие будут искуплены через повиновение таинством Дома Божия. И после того, как они уплатят за свои согрешения и отмоются, они получат награду согласны делам своим, ибо они — наследники спасения». Порох Джозеф Смит далее открыл, что земля будет поражена проклятием, если не будет какого-либо соединяющего звена между отцами и детьми. Мы без наших умерших не можем достичь совершенства, так же, как и они не могут достичь совершенства без нас. Это устроение теперь начинает становиться, чтобы произошло цельное, полное и совершенное соединение и слияние устроений, ключей, сил и слав. Иисус хочет, чтобы я стал солнечным лучиком? Да. И вы тоже. Он также хочет, чтобы мы стали кузнецами, кующими целестиальные узы, которые смогут снять проклятие разделения семьи. «Земля была создана, и храмы были построены, чтобы семьи могли быть вместе навечно. Многие, если не большинство из нас, могли бы покаяться и всем сердцем обратиться к храмовой и семейно-исторической работе за наших предков. Таким образом, наше покаяние необходимо и для их покаяния. Помни обо всех наших умерших родных. Я возвещаю 28-летней женщине, погрязшей в трясине греха, и каждому из нас, что сладостные благословения покаяния доступны всем. Они приходят через полное обращение к Господу и Его святой работе. Я знаю, что Бог жив. Иисус есть Христос. Это Его Церковь. Президент Гордон Байхинкли, современный пророк Бога. И об этом я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok